всем привет дорогие друзья сегодня 18 сентября и мы в поисках белых грибов опять приехали в этот чудный лес в орлик но сегодня суббота и тут как в той песне люди люди их миллиарды их миллиарды хаимгрейц колонны заезжают в лес мы остановились сразу в начале леса потому как я большого смысла заезжать туда где все скопились не вижу что ж идемте очень часто мы идем в одну сторону а навстречу нам уже кто-то идет но как я уже не раз говорил у каждого из нас свое зрение у дождь пошел и своя удача зонт прекрасный вариант для хвойного леса первая находочка максим очки это масленочек хороший а смотри я рядышком тоже нашел и вот точно свежайшие интересно не было не было дождя они такие прям молодые свежие ого действительно полянка маслятная и это вот машина стоит и дорога чувствую скоро домой поедем это супер вообще давно я не встречал чтобы такие были свежие последнее время одни червивые попадаются это идеальный для маслят размерчик максимка молодец папа держит и зонт и камеру еще и режет грибы при этом пахнет да грибнички окружают вся эта маслятная радость блекнет когда появляется белая радость совсем молоденький смотри катюш я специально показываю периодически им грибы чтобы они совсем не раскисли так вот тот мужик в кофте катя зовет наверно нашла что-то ну наконец-то ну что катюш уже не хочется тебе домой я не говорила что хочу да и слава богу а то я так иду и переживаю очень красивый так ты что ты умничка и ты умничка в этих условиях нужно хвалить их на повал чтобы никто не вздумал начать ныть решила я демонизовать не привлекать лишнего внимания так как я здесь нашла беленький красивый размерчик такой красивый я просто держу так зонт как бы не очень удобно ничего ой 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 обалденный что ты говоришь не нравится тебе не особо не нравится да а что ты на это скажешь на что на что а вот как тебе ну это удача да да второй видишь я тут нахожу нет возможности конечно его нормально почистить так как напоминаю что это происходит вот так я боялся чтоб никто не начал ныть в итоге начал ныть сам ну ничего катя показала мне местечко я начал смотреть внимательней и стал находить вот ух ты у тебя даже больше а ну давай посмотрим максим к ничего себе ты тоже находишь вот так у тебя покрасивее даже а мы с максимом нашли максик подержишь зонтик я их почищу чуть-чуть давай я присяду вот здесь вот диме повезло больше у него есть ассистент который помогает его держать над ним зонт помогает искать грибы еще и зонт вяжет супер умничка прибавляется о ты еще белый нашел ну это же в мою корзинку вернее в нашу как ты быстро это прям блестит красиво ага во мху умничка максимич сейчас усилился дождик но я вам скажу я никогда не вел съемку под зонтом под зонтом удобнее чем просто плаще камера не мокнет слава богу это прямо такая вот впадинка получилось на дне которой видите мох и вокруг растут беленькие и посрединке один был вот иду по краешку по краешку максим как смотри не наступи еще беленький вижу прямо по курсу у тебя тут прям хорошо они так попадаются ну что неси сюда так ну может маме в корзиночку один ребятушки ну если мама почистит а то что то вы Катюш почистишь возьми в корзиночку два бери лишь бы все были счастливы лишь бы все были счастливы видишь какое место я знала что тут есть для них потому что там была куча мукоморов а это как то для меня ориентир нет у тебя такого ориентира да не знаю пока что я просто держусь у вас у меня ты мой ориентир слушай ну они все прям глянь одного размера как будто они вылезли все в один момент мы с супругой заприметили бугорок очень очень привлекательный а ну Максик подержи пожалуйста а вон вижу еще беляшок ух ты одинакового размера ну все ровеснички Максим Максимчик вон тот забери пожалуйста и этот какой то малюс будь здоров ну вот такие мне нравятся нахожу характерным для них что ножки у них не толстые ты видишь они какие то как вроде какого то другого вида не хочу никого пугать но там мужик в черном балахоне я его показывал бегает он уже раза три возле меня пробежал мягко говоря странно себя ведет человек какой то дерганный я так понял он под чем то мать учи под нос прет себе нервно выдергивает там что то выбрасывает ну короче очень странные дела а это же лес так что советую вам друзья брать с собой какие то средства индивидуальной защиты помимо ножа перочинного на всякий случай если не уверены в своих силах я то своих предупредил чтоб никуда от меня не отбивались вот проехала машина вот дорога видите и прямо возле дороги папе посчастливилось встретить такого красавчика беленького Катя вот такого размера тебе попадаются да признаюсь вам честно с самого начала нашего пути мы придерживались маршрута по направлению к старому лесу где мы в прошлом в одном из прошлых роликов находили множество белых и вот мы по моему сюда пришли тут уже пришли конечно люди пораньше нас сейчас секундочку вы что там что то нашли? я тут тоже ну в общем перейдем к десерту беляшик показывай я чуть не прошла не срезает только папа не придет сюда пап пап ну иди уже сюда маленький какой миниатюрный беленький грибок вот уже и моя родня почувствовала что мы все таки дошли до этого места мы как бы до той точки самой не дошли но лес очень знакомый начался я думаю до той точки как раз и будет он тянуться видим с вами характерный бугорок белому грибу характерен все правильно это беляш да еще какой белый сами оцените какое белое под шляпе ой 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 красивенький а смотрим ой ой вот такой вот беленький грязненькие правда мы с максимом надень зонт на голову накрой мы тут с максимом как крикнули вдвоем потому что увидели вот такой вот экземпляр чик сейчас проверим его ой какой хорошенький это уже побольше размерчики мне нравится сыночек давай смотри беретом дальше еще один давай давай срывай его неси сюда хороший размер чего там большой хороший класс да давай посмотрим их я тут что увидала ой сейчас секундочку ой какой обалденный наконец-то вроде бы дождь перестает лить но по прогнозу еще часа два полтора наверно будет идти точно я вам скажу грибников меньше не становится людей по надевали пакеты на голову и ходят вот еще что интересно хотел вам показать выхожу я с такого маленького болотца а при выходе лежит два вот таких вот под березовика где-то там 2 люди приехали за белыми других грибов не знают в общем сорвали повыбрасывали то же самое катя наблюдала с маслятами поваленные маслята перевернутые вот зашел в кусочек моей стихии болотной максик уже увидел и что же здесь меня ожидает это же подосики любимое есть оказывается ну а там люди побросали под березовики так что смотрите внимательно даже в болотушках у а это белый который я прошел удачно для кого-то класс вот такое творится в березнячке маленьком в ямке вот на краешке ямки бугорочек под маленькой сосенкой облорочке беленький со шляпой чуть розоватой смотрите какой странный уху катя вообще огромный нашла который опять же прошу как смотри какой странный у него шляпка как будто стекала а ну попробуй не знаю пробовать надо жив конечно пищу так повезло а этот смотри чуть розовенький сейчас иду максик максик нашел сначала этот на которого кто-то когда-то наступил родовая травма что-то максим чик что там зайчик ухты а ну держи этот о хорошенький идем а то плечом держу зонт падает гуляя по этому березнячку я не знаю сколько 10 на 10 метров наверно находим еще подосиновик маленький но приятненький а ну-ка ассистент подержи зонтик такие же угрыбные стадии вот он там как грибочек максик уже иду смотреть точно беляша действительно держи зонтичек вот такая ямка удачная ой какой приятный типичная шапка грибника максик опять нашел красного ловика ой какой красивый там что-то еще нашел сейчас посмотрим кричит прям о вот это я понимаю уже размерчике да я сама подержу зонтик я уже привыкла ой какой смотрите какой красивенный богатырь а мы едучи в орлик все время ищем исключительно соснички а зря так же я думаю большинство людей беляшоночек они сейчас такие красивые да такой же размерчик это ну вот наконец-то прошел дождик только что прошел и как раз мы вышли с вами к тому дереву которое мы с вами идентифицировали в прошлом ролике в одном из прошлых роликов как ясень с этими странными как по мне сережками помнится мне что вблизи этого ясеня был беляш был беляш неплохой но это было давно вот здесь под вот этой старой сосной а теперь друзья мои здесь ждет меня маленький беляшик его отпрыск Катя помнишь я тут беляш большой нашел смотри теперь какой вот это травка душистая красота даже как будто с глаз пелена спала да задолбал честно говоря этот белый шум ну я имею ввиду шум от дождя по зонту единственная проблема это максима мокрые штаны смотри максим чик вот этой веточки уже коснулась осень дождик все таки внес свои коррективы у максима штанишки уже мокрые сейчас идем к машине греться кушать они идут по дорожке я решил идти возле дороги и разрывать подобные кочечки вот этот вот уже не скажешь что он тонконогий это настоящий бочоночек ну что последуете моему примеру не надо идти по дороге ведь надо идти по лесу а ну зайчик посмотри тут рядышком еще видишь бугорочек пройди дальше не стесняйся умничка ну как ну а маме виси белоснежно трюкач видишь не надо далеко ходить возле дороги трюкач да выпендривался зонтик ухана да папа сейчас тебе сделает где-то теряем ну что как оно тепло и так это наш результат на двоих на этот час сейчас я пойду самостоятельное плавание в буквальном смысле плавание там очень сыро только что проезжали наши подписчики поздоровались но у них сказали где-то в половину больше результат ну пойду я наверстывать пришел в такое темное местечко сравнительно и здесь кто-то переворачивал ежовики ежовик наверное белый видите вместо губки у него иголочки гриб съедобный гриб съедобный в молодом возрасте но я тоже такой брать не буду будем искать беляшей лес для меня незнакомый поэтому я не знаю куда иду иду наобум и встречаются мне подобные низинушки подобные низинки в это время года нередко могут нам преподнести подарок в виде березового белого грибники которых и только что видели в кадре вдалеке оставили здесь вот такую улику молоденький белый им здесь попался а я нашел свой так вот по краям этих низинок растут сосенки а под сосенками мы видим бугорочки в бугорочках беляшки когда вокруг такая слякоть очень неохота залазить в участки лиственного леса но посмотрите же сюда ради вот этого стоит и промокнуть немножко мои любимые подосики подосики господи хоть бы дождь не начался зонтик я в этот раз не взял не люблю себя обременять чем-то лишним как я думал лишним всегда хочется верить в лучшее что дождя не будет пока я буду в лесу грибы грибы будут попадаться на каждом шагу они может быть и есть на каждом шагу просто мы их не видим как хорошо замаскировался вот этот подосик цвет этих листьев цвет этой шляпки почти почти идентичный приехал один за беляшами метлой поганой не выгнать меня с болота ну здесь же болото не то здесь как-то и дышится легче да и беляши попадаются посмотрите на этого шоколадного красавца я восхищен я уж не стал снимать как здесь едва приподнял хвою показался на свет божий вот такой вот беляшик но ради вот такого камеру мне уже включить не лень настоящий скарб комментарий здесь излишний но постойте рядом имеется еще один бугорочек местность резко сменяется с хвойного леса на лиственный и тот и тот лес сегодня радует меня и духовно преподносит до небес вот вот такой вот рифмоплет и снова я вышел в хвойный лес преследуемый толпой грибников белый на который кто-то когда-то наступил такой красивый вид при наличии коричневой шляпы и иногда в этом лесу попадаются даже поляки довольно крепенькие там дальше что-то вроде приюта от дождя полячок видно ли вам эту армию грибников может быть кто-то из вас слышал такого исполнителя малоизвестного как шарлот есть у него такая композиция губа на губе щека на щеке я теперь понял откуда у него эти текстов в голове это он про орлик пел я бы еще добавил грибник на грибнике нужно в общем двигаться уже к машине а то и Катя уже меня наяривает говорит ну где ты там что так долго сейчас приду а она там уже с другим грибником по пути назад снова проходим эти шикарные низинушки березовые совсем уж по-осеннему выглядят а все таки подсосинкой подсосинкой ждал кто таков похож вообще на подосиновик вполне возможно здесь вот березки осинки никак не могу заставить себя идти в сторону машины все время тоже хочется куда-то идти вдаль лес манит все глубже и глубже опять же возле сосен подосиновик или подберезовик больше на подберезовика похож коричневый коричневый белые в полную силу еще не пошли вот может быть после дождиков завтра тоже обещают дождь так что мы с коллегами ходим друг за другом и заглядываем друг к другу в корзинке скрестив пальцы в надежде что у тебя грибов не меньше а по итогу у всех почти одинаково кругом эти перевернутые поганели лежат а здесь при выходе как будто вот-вот после дождя выткнулся вот этот беляшонок я нашел двух подпольщиков ну понятно мы их уже трогать не будем очень хорошо прятались вот эти вот шляпы они огромны переростки заслуживают уважения пусть их жизнь послужит процветанию новых поколений нужно ускоряться начался дождь наверное катюша выпросила дождя позвонила мне уже раза три так это при том что тут связь вообще никакая ух ух и так вот так друзья мои ну а как когда тут такое творится такая вот сырая грибалочка сегодня у нас получилась однако же не с пустыми руками едем домой чего и вам желаем дорогие друзья будьте здоровы здоровья вам вашим близким до новых встреч и пока 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 мы забыли сказать самое главное ждем ваш комментарий лайк и подписку